Село Ягодное Черниговской области – очередное свидетельство российского геноцида на оккупированных украинских территориях. Здесь, в подвале школы на 197 квадратных метрах, почти месяц жили 367 человек. Из них 50 детей и двое младенцев. Делились всем, чем могли – едой, водой и лекарствами. От нечеловеческих условий умерли 11 человек, рассказывает местный житель Иван. Российские военные запрещали выносить тела односельчан из душного подвала сутками. А ещё врали о том, что в Киев вошли российские войска, а руководство страны капитулировало. «Они нам включили свет и принесли нам свою газету, комсомольскую правду, пропагандистскую. Но там такая чушь была написана, что никто не обращал на неё внимания. И они сказали, если вы выучите наш гимн и будете надевать красные повязки, вы по селу можете смело ходить. Но никто на это не пошёл». Услышать из первых уст и увидеть собственными глазами доказательства зверств российских военных, разрушения мирных городов и объектов инфраструктуры в Черниговскую область приехали делегации из Франции и Латвии. «Я был во многих местах, где совершался геноцид. Но я очень шокирован. Я тронут историями людей. Я не понимаю жестокость, я не понимаю садизма, насилия и той войны, которая продолжается сегодня». «Мы бывали в Изюме, в Харьковской области, много в Днепре и тоже в области. Так что сами виды уже не удивляют. Но тут, конечно, намного впечатлительнее именно пообщаться с людьми, которые в этом подвале и сидели, и видеть, как они переживают до сих пор. И это всё в такой страшной памяти. И, наверное, долго будет ещё». Франция и Латвия помогают Черниговской области восстановиться после российских атак. Окупировав две трети области, армия РФ разрушила и повредила около 12 тысяч зданий, 80% из которых – жилой фонд. В реконструкции нуждаются школы, больницы, детские сады и мосты. «Бои шли именно в небольших общинах. И, соответственно, жилые дома, они разрушены. И это самая большая проблема сегодня в Черниговской области. Если говорить о восстановлении, то ещё в прошлом году, и в этом уже сделано очень много, мы восстановили около трёх тысяч частных домов. Ещё около двух тысяч находятся в стадии восстановления. Мы реконструировали почти все больницы, школы. К сожалению, нам пришлось закрыть несколько медицинских учреждений. Ведь они уничтожены, и сейчас вопрос об их восстановлении не рассматривается». А это Бородянка – один из самых разрушенных населённых пунктов Киевской области. В первые дни марта 2022 года посёлок пережил четыре авианалёта. Российские военные сбросили десятки бомб на семь многоэтажек по улице Центральной. Спустя год после деоккупации Киевской области жестокость российской армии всё ещё считывается на каждом шагу. «Я впервые здесь. Мы шокированы тем, что увидели. Мы здесь для того, чтобы выразить солидарность с народом Украины». Жорж Секвейра вместе со своими коллегами из Португалии также приехал в Киев на международный саммит городов и регионов. «Ужасно видеть всё это. Особенно ужасно осознавать то, что россияне занимаются депортацией детей и гражданских лиц из Украины. Мы поддерживаем решение Международного уголовного суда, который осуждает подобные действия. Мы здесь для того, чтобы также выразить свою поддержку в дальнейшей борьбе против российского режима». Иностранным делегациям в рамках саммита показали населённые пункты Киевской области, пострадавшие от российской агрессии – Бородянку, Гастомель, Ирпень и Бучу. «С самого начала у нас очень чёткая политика – показывать миру, что произошло. Согласно неофициальной статистике, больше 400 делегаций посетили Киевскую область за год. Сейчас по инициативе Офиса президента Украины проходит конгресс». «У нас есть проекты по Ирпеню, по Буче, по Харькову. И мы активно участвуем в помощи. Сейчас мы приехали, привезли гуманитарные грузы, помощь для жителей Киевской области. Я вижу это не первый раз. И я вижу о том, насколько государство, люди успевают за этот короткий срок привести это всё в порядок». Только за прошлый год Украине удалось подписать порядка 40 соглашений о восстановлении и строительстве домов, объектов социальной и критической инфраструктуры.